Вот мы делали-делали чесночницу, такую вот прекрасную, инопланетную, с Эльвирой Болговой, актрисой театра и кино, моей давнешней приятельницей. И осталось сделать ограничители, но она ушла, подвялилась, надо её вызволить. О, привет! С вами сегодня я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. Здравствуйте! Так, Илья, не поступай со мной так больше. А что такое? Я что-то не так сделал? Хочешь узнать, каково это? Полезай и попробуй. Ну, ладно, давай к делу. Значит, уже скоро она высохнет, надо чего-то с ней сделать, чтобы крышка не проваливалась внутрь. Не перекашивалась, да? Надо вот сюда приклеить ограничители. Сколько их будем клеить? Давай три. Три. Ну, три это прекрасно. Это лучше, чем четыре. Это мы быстрее снимем сюжет. Тем более она подвялилась. И число три тоже, оно хорошее. Да, значит, нам потребуется... И у нас получится отличная чесночница для хранения лука и чеснока. Вот эти инструменты. Класс. Значит, катаем небольшую бусину. Теперь мы её шлёпнем. Можно даже использовать бутылку. Кстати, посмотрите этот сюжет. Можно даже использовать носок. Натянутую на бутылку. В носке, да. Носок для того, чтобы он впитывал воду. И из-за этого он не прилипает к глине. Гениальное изобретение. Теперь зубочистка. Это прекрасная вещь. Ей можно резать. Какой мы отрежем по форме? Я бы... Вот что-нибудь на тему наших кружочков. Вот такой, например. Или поменьше. Я бы, наверное, сделала такого же диаметра, как и наши кружочки. Ну, давай, я уже показал, как это делается. Я могу сделать поменьше? Да. Можно вырезать зубочисткой, можно прямо вот из бусины. То есть ты шлёпаешь. Ой, а вот из этого можно? Можно просто, да. А мне, ты знаешь... Лепная будет. Илюш, мне очень понравилась вот эта вот фактура, которую придает вот этот носочек. Угу. Да? Можно вот так вот потыкать. Давай. Вот, фактура. Вообще идеально. Огонь. Это бы лучше приклеилось, да? Да, да, да. И сюда вбиваем кисточкой. Ах ты, боже мой. Вот так. Потому что, если мы замажем, намазывается шликер и замазывает пузыри. Пузыри взрываются. Слушай, ну у нас остались ещё пузырики. Ну ничего здесь. Ты понимаешь, такое простое, казалось бы, действие, приклеить какую-то фитюлечку, да? Да, подожди. Уже почти готовой чашечки. А тут так много тонкостей. Не так просто. Да, я согласна с тобой. Это же нужно, чтобы она держалась. Ну, я предполагаю, что так. И вот. Да. Значит, здесь тоже делаются засечки. Чтобы лучше сцепление было. А то бывает, приклеишь ручку к кушину, и наполнишь его водой. А ручка раз, и у тебя в руке осталась. Точно. Вода. О! Нет, наверное, вот пониже, да? Да, видите, какая прекрасная. У Илюши получилась ваза, чесночница. Актёры тоже чеснок едят. И лук. Сыграл бы ты со мной спектакль. Сидел бы ты в первом ряду. Ты бы понял, как я люблю чеснок. Вот давно я не был на спектаклях. Это упущение. Но зато ты четыре года тренировался, и ты сделал потрясающие работы глиняные. Я прям в восхищении. Ну, это ты сделала. Видите как? Под руководством сегодня. Еще потолще? Нет, просто чтобы она не так сильно выпирала. Ведь нам же не нужно, чтобы этот ограничитель как-то очень сильно выдавался. Да. Ты можешь просто вмазать его. Вмазать. Еще как вмазу, давай. Вмазать. Вот, кстати, лопаткой. Можно вмазать ее. Присклепнуть. Вот так. Вот так. Блин, 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 блин. Я готова сообщить тебе страшный секрет при себе. Расскажи, пожалуйста, как там театрить кино. Ну, вот ты уже, наверное, заметил сейчас, если я тебе расскажу про гончарку, как она отзывается в моей душе, а потом про театрить кино. Вот смотри, ты уже заметил, наверное, что я очень люблю работать, да? Ты мне дай какую-нибудь фитюльку маленькую. Я буду сидеть. Ну, вот она. Вот еще одна. Я готова два часа ее делать. Пока ты меня не остановишь, я ее буду усовершенствовать. Это у всех, наверное, так. Скажи, что нам вторую пора делать. Пора делать. Я начну вторую делать. Да. Вообще послушная. Я бы еще, знаешь что, я бы взял, у меня вот здесь моя любимая кисточка есть. Вот она, похожая. От насущной фактуры. Верните мне кисточку. Дай, пожалуйста, кисточку. Даем наши детальки насущную фактуру. Звучит. Я еще говорю, оторвем глаз, например. Это кота, когда делаем. Можно оторвать глаз. Или порвать глаз. Слушай, а можно даже и не оторвать глаз. У тебя, знаешь, от работ очень твоих многих просто невозможно оно оторвать. Это еще опаснее. От многих работ. А слушай, вот это, как это называется, жидкая грязь вот эта вот у нас. Это не грязь, это засечки, засечки. Засечки. Засечки вот так, 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 так. Засечки плюс жидкая грязь равняется... Крепкий ограничитель в чесночницу. А там засечки не сделала. Ай, ты елпал. Вот. Ну, расскажи про театр и кино теперь. Ты знаешь... Гончарка отзывается у тебя в душе. Да. А театр и кино как способствует... Просто я даже забыла, что они существуют и планеты так меня поглотили этот процесс гончаризма. Вот, друзья. У нас сегодня в комментариях мастер по дереву написал, что теперь он заболел глиной. Вам привет. И все. Глина это такая вещь заразная. А вот этой кисточкой можно с обратной стороны. Вот туда, если подсунуть. И там обязательно, чтобы не было трещины, нужно... Жгутик. Жгутик, да. И его подразмазать. Держи. Кстати, набойка какая-то получилась у нас. Да, отлично. Это кусок носка. Можно подрабатывать. О, набойка. Это кусок глиняного носка. Кусок глиняного носка. Дети наши. Орут. На улице. Дети. Дети налепились сегодня тоже, да? Держи жгутик. Такой лепит. Не мучный. Можно укоротить. Я догадалась уже. Не укоротила. Просто самовольно. Ну, расскажи, фильм это, в которых ты снимаешься, или там где-то в театре тебя можно найти? Да нет, я пишу здесь, слышишь? Чесночница. Сижу в чесночницах, подвявшая. Подвяленая. Подвяленая? Да. Это она подвяленая? А, она там будет. Ну, что такое юдинка-то? Ну, давай кисточкой. Вот так это делается. Значит, я... А, у нас дырки есть. Вот, смотри. Ноу-хау. Через дырку луковницы просовывается кисточка, и вот таким образом жгутик начинает расправляться. Видишь, я его делю на два, как бы. Нижнюю половину примазываю к туловищу, а верхнюю половину примазываю к уже самому ограничителю. А потом уже можно мизинцем аккуратненько его размазать. Мне как-то хочется намочить руки, чтобы... Не-не-не-не-не-не, если ты намочишь руки, то палец будет скользить. А если сухие руки, то тогда глина будет натягиваться слой за слоем. А сверху я могу, чтобы разгладить вот этот элемент? Чуть-чуть примочить его? Ну, в принципе, можно. Ура. Не разрешили. А вот снизу нет. Ладно, не буду. Все равно у меня нет воды. Все здесь под рукой. Да. Придется доколуться дырить. Ну вот, смотри. Видишь, я размазал, и все. И здесь нам нужен прямой угол. Почему? Потому что она же сюда поткнется, чтобы он не загораживал. Угу. Давай, кстати, проверим. На двух. Вот так. Опа. О! Сидит. Да, по-моему, мы талантом все сделали. Да. Ну, кстати, три ограничителя – это наша находка. Угу. Так, бери. Ну, сейчас я прямо уже без подсказки помню, что нам нужно сделать насечки. Правильно. На этой штучке. На этой штучке. И на ограничителе. Угу. И вот здесь вот, где я его буду крепить, да? Угу. Кстати, расстояние должно быть одинаковое. Так мы можем проверить. У меня хороший глазомер. Хочешь проверить мой глазомер? Да? Ну, это я для наших зрителей. Для наших зрителей все пленить. Да. Ниже не к моим глазомером. Ну, можно на глаз, да, делать художественную работу. Вещь. А, Ильиш, а вот как ты относишься к тому, что вот любую вещь нужно делать без перфекционизма особенно? Хорошо отношусь. А вот почему? Вот казалось бы, вот ты начнешь делать, вот начинаешь улучшать, улучшать. Вот тебе твой художественный вкус не позволяет остановиться на чем-то, по-моему, пролежуточном. Ну, я как из научного мира даже знаю эксперименты, которые проводились. Значит, это ученые очищали, например, голос скрипки от ненужных абертонов, ну, паразитных. И получалась скучная скрипка. Слушать невозможно. Гончарный сосуд на токарном станке точили. Идеальный. По золотому сечению все, там, параболический профиль. И он скучный становится. То есть, вот в этом, в этой неровности, шероховатости, может быть, не очень, чтобы она была кривая. Я даже знаю по русской системе мер. Посмотрите, кстати, ролик про золотое сечение. Вот здесь вот он появляется в углу. Есть вещь 1,32 пропорции, в которой записана, собственно, ваша сила, энергия, состояние текущее. И вот какая-то мистическая составляющая, которая, собственно, несет авторство. Это 1,32 пропорции. Ну, то есть, берем, допустим, мы высоту и можем ошибиться на 1,32 этой высоты. Берем... Почти 1,3. ...ширину. Нет, 1,32. Это надо на 1,32 части поделить. Вот это 1,32 будет глазу незаметно. Это, если говорить про сожень, вот это сожень, то 1,32 сожень и размаха от кончика пальца до кончика пальца, это вершок, вот эта часть. Это 1,32 сожень. На нее можно ошибиться и глаз не заметят. Вот. И в ней, вот в этой 1,32 записана вся информация полезная о вас как об авторе. И вот она делает изделие очень красиво и художественно. Нет, ошибиться можно, но на 1,32. А, и больше. Да, больше уже все. Больше уже глаз увидят и будут воспринимать там как слишком сильная неровность. Но мы говорим, время такое, чем кривее, тем дороже на аукционе. Хорошо. Ну что? Ну расскажи про театр-то и кино что-нибудь. Слушай, ну, Илья, ты же понимаешь, лучше... Один раз увидите, чем сто раз услышите. Да. Приходи в театр. И вы, друзья, куда приходите? Приходите в театр. В любой. Сейчас ночью тебе подморка. Театр-кино, ну, такое же творчество, как гончарка. Вот ты самовыражаешься в своих прекрасных изделиях, я на сцене, в кино иногда тоже. А вот на сцене в очередной раз удастся 2-го числа, надеюсь, у нас будет антрапезный спектакль в рамках приличия. Будем играть до Козуева 2-го января в 19 часов 00 минут. Так что приходите. Ну как, тебе понравился ли мастер-класс и общение с глиной сегодня? Да, мне очень нравится. Я счастлива от того, что у меня будет, честно, очень целовая долгость. Да, осторожно, надо везти машину, правое полушарие вовсю закрутилось, поэтому мы на гончарном кругу закрутились. И это было очень приятно, надо сказать. Я питала всю жизнь какую-то тягу к лени. Не к чесноку, нет. Не к чесноку. Ну и вообще у тебя приятно. Благодарю. Ну что, друзья, мы сегодня узнали, как делать ограничители, поэтому подписывайтесь на нас, ставьте комментарии. И с вами был я, Илья Калашников и Эльвира Болгова. На волшебстве керамики. До скорых встреч. Что-то мы забыли, по-моему, да? Забыли. А, да. С Новым годом. С Новым годом! С Новым годом, друзья!